Гражданская война в Сирии стала международной проблемой номер один. Непосредственно в конфликт вовлечены официальный Дамаск, свободная сирийская армия, формирование исламистов, отряды движения Хизбалла и вооруженные группировки из Ирана. Список опосредованных участников конфликта куда длиннее. Оружие повстанцам поставляют страны Саудовской Аравии, продовольствие и прочую амуницию Турция и США, режиму осада, вооружение продает Россия. На прошедшей неделе список действующих лиц пополнился еще и Евросоюзом. Страны ЕС отменили эмбарго на поставки вооружения сирийской оппозиции. Видимая эскалация конфликта проходит на фоне закрытых дипломатических встреч и попыток усадить за стол переговоров сирийский режим и оппозицию. Что звучит громче? Брецание оружием или призывы к миру? Прислушивалась Наргиз Шикинская. Эти люди – сирийские беженцы. Более месяца они скитаются тщетно, пытаясь вырваться из-за подни, в которую война превратила их в страну. Закрыта граница с Турцией. Принять очередную партию беженцев отказывается и Ордания. Нам некуда податься. Дома разрушены, а на границы нас не пускают. Сирийцы угодили в жернова мировой политики. Беженцев и убитых здесь считают тысячами. Под угрозой дестабилизации весь регион. Неровно поделённые истории на шиитов и суннитов. В Ираке обострилась межконфессиональная война. Хизбалла втягивает войну Ливана и Израиль. Если конфликт не будет прекращен немедленно, все проблемы, которые мы наблюдаем сегодня, будут только обостряться, включая активизацию террористических групп, которые пускают корни в регионах, неконтролируемых сирийским правительством. Военное преимущество – лучший аргумент за столом переговоров. Сегодня перевес на стороне президента Асада. Российские С-300, обещанные и частично уже доставленные сирийскому правительству, могут защитить режим от военного вмешательства извне, бесполётных зон или точечных ударов. Со своей стороны комитет Сената США санкционировал вооружение сирийских повстанцев, а Европа отказалась от проблений эмбарго на поставки оружия сирийской оппозиции, вызвав резкое недовольство Москвы, на кону интересы крупнейших мировых держав. Объявлять эмбарго на то, что запрещено международным правом, включая правом Евросоюза, изначально было как-то двусмысленно. А теперь отмена этого эмбарго делает ситуацию ещё более сложной, как минимум создающей очень серьёзные препятствия на пути реализации инициативы СОЗОВа международной конференции по Сирии. Разобщенность сирийской оппозиции – ещё одно серьёзное препятствие мирному процессу. Попытка Турции объединить исламистов и сторонников Аль-Каиды с представителями светских демократических сил провалилась. Конференция в Стамбуле завершилась безрезультатно. Сирийский поход против шиизма привлекает радикалов со всего мира. По данным французской прессы, на стороне повстанцев в Сирии воюют исламисты из Европы с паспортами ЕС. Среди иностранных добровольцев замечены и граждане бывших советских республик. По нашим материалам, по нашей оперативной информации, есть несколько человек, которые находятся в рядах боевиков в Сирии. А те наши граждане, которые якобы выезжали для участия в боевых действиях в Сирии, пока ещё недостоверна, неточна информация. Часть из них пока живут и получают религиозное образование в Турции. На стороне Асада также сражаются иностранцы, в том числе, возможно, представители стран СНГ. В Украине продолжается неофициальная кампания по набору добровольцев российско-украинский корпус. Инициатор Пачина, бывший офицер украинской разведки Сергей Разумовский утверждает, что на его призыв откликнулись несколько тысяч человек из России, Белоруссии и Молдавии. Впрочем, основную военную помощь войскам Асада оказывают идейные союзники – иранцы и боевики ливанской швейцкой группировки Хизбалла. Усилением позиции Асадовской коалиции, вступлением в войну Хизбаллы и поставками Сирии российских зенитно-ракетных комплексов крайне встревожены в Израиле. Правительство Бенемина Нетаньяху, судя по всему, предпочитает принять выжидательную позицию, не желая ссориться с Москвой. Израильским чиновникам и дипломатам запрещено даже комментировать ситуацию в Сирии. Как долго удастся сохранить спокойствие, неясно. Хизбалла рассматривает возможность открытия фронта против Израиля на голландских высотах. По некоторым данным, Ирану удалось уговорить Асада не препятствовать этому. При этом, без участия Тегерана, как считают многие эксперты, решение сирийского кризиса вряд ли возможно. Иран является ключевым игроком в процессе достижения режима прекращения огня и дальнейшего политического урегулирования. Иран — главный союзник Асада и Хизбаллы, которые также являются союзником Асада. Если и будет какое-либо соглашение по Сирии, то только с согласия Ирана. Многие эксперты сходятся во мнении, что сирийский кризис на сегодняшний день развивается по самому худшему из возможных сценариев. Мало кто верит в то, что Женевская конференция, даже если она все-таки состоится, сможет переломить ситуацию. Дорожной карты для дипломатического урегулирования пока не существует, а продолжающиеся военные действия уже завели стороны конфликта в тупик. Наргишикинская специально для программы «Эхо недели». Представители западноевропейских стран дали понять, что отмена эмбарго не означает немедленных поставок оружия сирийским повстанцам. Германия и Франция торопились пробить это решение, чтобы усилить позиции на переговорах в Женеве тех представителей сирийской оппозиции, которых принято считать прозападными либералами. Руководство США, между тем, вмешиваться в конфликт категорически не желает ни поставками вооружения, ни тем более личным составом. Мнение Белого дома разделяют правительства Австрии, Чехии, Финляндии, Нидерландов и Швеции. Международная благотворительная организация Oxfam считает, что еще больше оружия только усугубит гуманитарную катастрофу. Цитата недели от замдиректора Oxfam Анны Макдоналд. Европейские поставки оружия – это адский сценарий для Сирии. Контроль за распределением военных поставок гарантировать никто не может. Обеспечивать оппозицию оружием значит вооружать всех, в том числе и отряды джихадистов, которые потом могут повернуть американские стволы против войск и союзников США, включая Израиль и Турцию. Кроме того, оружие с маркировкой Made in USA может оказаться в руках террористов разных мастей, которыми буквально кишит регион.